Безлюдного второй поликлиники не бывает никогда. Кроме терапевтов, там работают и узкие специалисты, например, онкологи. К ним на прием едут пациенты со всего района. Раньше ждать своей очереди им приходилось в узких коридорах на первом этаже жилого здания. А врачи посменно работали в одном кабинете. В начале сентября с облегчением должны вздохнуть и те, и другие. Открывается филиал медицинского учреждения. В филиале будут находиться все узкие специалисты. Это кардиолог, эндокринолог. Мы здесь разместили лор врача, которого не было. Мы сделали кардиолога здесь на ставку. Ноу-хау, который мы здесь сделали, это стоматология. Стоматология сейчас востребована. Прежнее здание второй поликлиники полностью займет участковая служба. Здесь, как и раньше, принимают терапевты. Можно сдать анализы, сделать рентген или пройти назначенную физиопроцедуру. Здесь у нас будет аптека под водным обеспечением, поскольку здесь в самой филиале будет вся онкологическая служба. Врачи будут аптечный пункт льготной категории. Это и сахарный диабет, онкология. То есть все, как должно быть. Поскольку все специалисты здесь, пациенту будет очень удобно. Врачу пришел, рецепт получил, препарат и больше, в общем-то, никуда не нужно. Реконструкция помещения бывшего магазина в 134-м доме на Можайском шоссе началась несколько лет назад. На данный момент все строительные и ремонтные работы можно считать завершенными в процессе лицензирования нового медучреждения. Что касается качества ремонта, то слава благодарности подрядной организации, соцпромстрою. Очень высокий уровень качества и здесь все на высшем уровне. Сейчас онкология – приоритетное направление у одинцовских медиков. Недавно на улице Бирюзова была открыта аптека, в которой льготники могут приобрести необходимые лекарства. Кроме того, в хирургическом отделении ЦРБ появились 20 коек для онкобольных. Это делает медпомощь доступнее, а значит, позволяет сэкономить время, которое в данной ситуации играет жизненно важную роль. В ближайшее время мы будем стараться вывести эти онкохирургические койки в самостоятельное отделение. Нас интересует коллапрактология. Мы такого специалиста нашли. Ведь все же делается под специалиста. Если есть специалист, то у главного врача, безусловно, развязанные руки, ты можешь отдать приоритет тому или иному направлению. Мы учим специалистов и хотим, чтобы все соответствовало и программе госгарантии, и, безусловно, той востребованности, которая есть у наших пациентов. 9,5 тысяч одинцовцев не понаслышке знают, что такое рак. Большинство из них обращаются за помощью к специалистам второй поликлиники. Открытие трех новых онкологических кабинетов в филиале и сократит для пациентов время ожидания приема у врача и повысит качество медуслуг. Следующая задача, которую руководство ЦРБ планирует решить вместе с Андреем Ивановым – создание аналогичных кабинетов в районе. Здесь кабинетов будет недостаточно для того, чтобы закрыть всю потребность. Еще как минимум три кабинета планируется открыть в ближайшем времени, также в рамках центральной районной больницы. Над этим проектом мы работаем и совместно с Ольгой Александровной Мисекевичем, я думаю, что мы определим и место, и средства, и способы достижения этой цели в кратчайшие сроки. Чтобы максимально подготовиться к открытию филиала второй поликлиники, осталось доделать мелочи. Повесить зеркало в комнате отдыха медперсонала, расставить мягкую мебель в зале ожидания, придумать, где именно там будет установлен телевизор. Особое внимание будет уделено благоустройству территории. Здесь нужно ступеньки держать, выбрать точку, более горизонтально, а потом ступеньки переложить, сделать удобнее, для инвалидов получится. Филиал второй поликлиники – подарок жителям Одинцова на день города. И сомнений в том, что он будет сделан вовремя, ни у кого не возникает. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.